Меня зовут Полукова Михайлович, я научный сотрудник отдела археологических исследований Лудея Полукова. Когда мы говорим о древнейшем населении Тульского края, разумеется, речь идет о поселениях так называемой эпохи Каменного века. Эпоха Каменного века – это самый длительный период в истории человечества, он занимает 99% всего времени существования человека, но, к сожалению, это не самый изученный период в истории человечества, потому что не имеет письменных источников и представляет собой остатки весьма специфических продуктов человеческой деятельности, которые достаточно сложно поддаются изучению и классификации. на территории Тульской области Каменный век изучался с середины XIX века, но изучался на уровне любительством и в основном на любительском уровне, краеведами тульскими, местными помещиками, любителями старины, но обращались к изучению и государственные научные учреждения, такие как Иператорская академия наук, Орловская губерненская ученая архивная комиссия, Тульская ученая архивная комиссия, Калужская ученая архивная комиссия, Иператорский архивный институт направляли сюда специалистов, которые делали сборы на памятниках Каменного века и выставляли их и пытались делать какие-то обобщения. В XX веке, после Октябрьской революции, исследования приняли более систематический характер, исследованием занимались такие учреждения серьезные, как ГАИНК, Государственная Академия истории материальной культуры, позже Институт археологии, Институт истории материальной культуры в Санкт-Петербурге, но опять же они носили характер разведочный, характер сборов подъемного материала с памятников эпохи Каменного века. Серьезные исследования начались с момента создания Тульской археологической экспедиции уже непосредственно в городе и с конца 80-х, начало 90-х годов начались полномерные исследования древнейшей истории Тульского края. Стоит отметить имена таких замечательных исследователей, наших современников, как Роман Галактиноч-Клеянин, ныне покойный, Олег Лизбергович Заидов, тоже, к сожалению, ныне покойный, ныне здравствующих Татьяна Владимировна Наумовой, Александр Владимирович Шекрова, Алексей Михайловича, Воронцова, Наумова Андрея Николаевича, которые, собственно, внесли в крупный вклад в исследования современных, современные исследования памятников истории Каменного века на Тульской области. Здесь представлены фотографии с середины 90-х годов исследования одного из знаковых памятников Каменного века на территории Тульской области, поселения Жабын-1, раскопки, которые проходили в 94-96 годах. И теперь начнем подробнее об эпохах, которые представлены на территории нашего края. Самым древним периодом истории человечества является Палеонид, или Древний Каменный век, начало которого 2 миллиона лет назад и заканчивается он 10 тысяч лет назад. В Древний Каменный веке выделяют несколько периодов. Первый период – это так называемый Нижний Палеонид, 2 миллиона лет назад, до 100 тысяч лет назад. Он характеризуется появлением человека как такового, таких видов человека, как Австралопитек, Пятикандров, человек прямоходящий. И на территории Тульской области, к сожалению, данный период истории человечества не представлен, поскольку в период существования древних людей, перечисленных, территория Тульской области, как мы видим, находилась подо льдом. Так называемое Днепровское оледенение занимало практически всю северную часть Европы и большую часть европейской части России. И вот Тульская область в это время находилась под огромной толщей льда. И, разумеется, никаких людей и разумной жизни здесь не было. Изредка какие-то льдниковые животные могли здесь находиться. Днепровское оледенение закончилось 100 тысяч лет назад. Еще долгое время территория Тульской области была необитаема, поскольку посредниковое состояние ее не позволяло добывать пропитание охотой или собирательством, поскольку представляло из себя тундру малонаселенную, в том числе и животным. Поэтому появление человека как такового на территории Тульской области современной относится к периоду среднекаменного века, среднепалеолит, так называемый, выделено красным, подчеркнуто, охватывает период от 100 тысяч лет назад до 35 тысяч лет назад и связано с существованием человека неандертальского типа. В хронологии западноевропейского палеолита она именуется эпоха Мустье, по одному из французских знаковых памятников данной эпохи. На территории Тульской области данный период представлен очень слабо, поскольку население вообще в тот период было очень многочисленное и природа на территории нашего края в последнековый период была еще недостаточно пригодна для жизни. Здесь был холодный климат, среди фауны преимущественно преобладала тундра стель, куда забредали изредка стада крупных животных, таких как мамонт, шерстистый носорог, как раз вот мамонт и был одним из главных животных, на которых охотились древние люди неандертальцы. И представлены данной эпохой на территории Тульского края несколькими местонахождениями в Береновском районе, Дубинском, Заокском, то есть находящимся практически все вдоль Аки, наиболее крупные водные артерии Тульской области. Местонахождения имеют характер подъемного материала и в основном сделаны краеведами, либо исследователями из Института археологии, Государственного исторического музея в середине XX века. Они крайне многочисленные, представлены несколькими орудиями труда среднеполитического облика, массивный кремниевый остроконечник, массивный кремниевый остроконечник, ручное кремниевое рубило, кремниевый скребок, нуклеус, что является отходом кремниевого производства, то есть то, что, собственно, осталось от кремниевой комплекции и постопок с нее скололи отдельные части производства орудия, тоже имеют среднеполитический неандертальский облик. К сожалению, данные материалы на данный момент недоступны, потому что в фонах нашего музея их нет, они практически неопубликованы, здесь представлены, к сожалению, аналогичные вещи, очень похожие, но не те, которые были найдены непосредственно на территории нашей области, о них имеют только упоминания и описания. Следующий период человеческой истории на территории Тульского края представлен эпохой верхнего палеолита, это позднего каменного, позднего палеолита, то есть позднего древнего каменного лета, который занимает период 35 до 10 тысяч лет назад. В мировом масштабе данный период характеризуется появлением человека современного типа, так называемого хроманенского человека, и данный период на территории Тульской области представлен опять же слабо, хотя климат по сравнению с эпохой среднего палеолита стал гораздо теплее, а фауна богаче, все равно климат оставался холоднее, чем наш современный климат, и памятники этого времени на территории Тульского края представлены несколькими местонахождениями, они отмечены треугольниками на карте, и представляют из себя каковременные стоянки небольших групп охотников, которые заходили в эти места в сезонные экспедиции для охоты на крупных животных, которые еще на тот момент существовали, типа мамон, шартистов, мясорога. Это поселение Мишенское в Белевском уезде, в Белевском районе Тульской области, местонахождение около города Чекалин и местонахождение на Дону, недалеко от села Морастырщина. Находки, сделанные на этих памятник, представляют собой опять же подъемный материал, который был получен либо при сборе в разведочном, то есть непосредственно с земной поверхности, либо при раскопках памятника более поздней эпохи, который находился на этом же месте, и в переотложенном слое были найдены орудия труда, относящиеся к данным эпохам. Коллекция небольшая, но представлена достаточно яркими орудиями верхнего палеолита. Это орудия труда древнего человека, которые были обнаружены на раскопках древнерусского поселения, которое позже было на этом месте. В слое были найдены ряд орудий труда, относящихся к данному периоду. Это массивный каменный скребок, но в основном это скребки, и скребки, которые использовались для выделки шкур животных. С них надо было перед выделкой счистить остатки жира и прочих органов после снятия животных. И очень примечательно наконечник стрелы представлен, который имеет прямые связи с так называемой сибирской археологической культурой верхнего палеолита и которая распространена на большей части Восточной Европы. То есть, в принципе, население, которое существовало здесь в эпоху древности, имеет вполне себе прямые связи с общеевропейским, восточно-европейским контекстом древностей. Опять же, малая изученность данного периода связана с немногочисленностью памятников и с трудностью их изучения, по той причине, что большинство поселений носили, опять-таки, как и в предыдущий период, характер сезонных стоянок охотничьих и практически не имели культурного слоя. А тот студный культурный слой, который они накапливали, был разрушен позднейшими памятниками и естественными природными событиями. Следующий период древнейшей истории Тульского края – это мезолит, так называемый среднекаменный век, который охватывает период с 10 тысяч до 7 тысяч лет назад. Данный период представлен большим количеством древностей на нашей территории, лучше изучен, поскольку население в то время на территории Тульского края значительно выросло, климат стал теплее, но в то же время вымерли крупные животные, такие как мама, шерстистый носорог, и в хозяйстве очень вескую роль получили охоты на мелких животных – зайцы, косулю. Для этого требовались длительные экспедиции, достаточно большие группы охотников и принципиально новые виды ведения охоты. Большое распространение получают лук и стрелы в данном периоде и меняется сама технология обработки крем. Вот, вы видите, представлены памятники среднего каменного века на территории Тульского края и, как нетрудно заметить из карты, что основные поселения, опять же, сосредоточены по водным артериям – это Ака и Дон. То есть, поскольку Тульская область является регионом водораздельным, находится на водоразделе двух больших рек Аки и Дона, население в основном располагалось по этим родным артериям. Изучено больше двух десятков поселений, некоторые поселения, такие, как поселение Жавынь-1, исследовалось раскопками, но об этом речь пойдет дальше. Несколько поселений также существует на территории города Тулы. Это поселение УПА-4А, которое находится в районе, где сейчас располагается, в районе Девого берега. Новые технологии обработки кремния и традиции изготовления орудий труда появляются в мезолите и отличаются от предыдущей паверитической традиции тем, что предпочтение отдавалось не цельнокамерным орудиям, а так называемым составным орудиям, то есть создавалось оправа из рога, кости или дерева, и туда вставлялись мелкие пластинки кремния. Основной материал на поселении как раз представляет из себя подъемный материал в виде геометрических, маленького размера, правильной формы, пластинок кремния. В основном большую часть представлена бутовская археологическая культура, которая как раз характеризуется наибольшим процентом геометрических изделий из кремния. И существует так называемая иенецкая археологическая культура, которая характеризуется большим набором изделий на отчерпах, то есть так называемых не на геометрических, а на более аморфных частях, откалываемого от конкретции кремния. В дальнейшем они имели свое уже культурное продолжение, но на территории нашей области они существовали в виде ключевых охотничьих групп. Значительно все изменилось на следующем этапе освоения кульского края. Наступил новый каменный век, или неолит, который продолжался с 7 тысяч лет назад до 5 тысяч лет назад. Или, если брать хронологию до нашей эры, от 5-го до 3-го тысячелетия до нашей эры. Здесь уровень изученности гораздо выше, количество памятников открытых на несколько порядков больше, чем в предыдущей эпохе. И связано это с тем, что разительно меняется характер хозяйства населения, потому что происходит так называемая георитическая революция, и переход от хозяйства прислаивающего к хозяйству производящему. То есть появляется земледелие, появляется спотоводство, и поселения принимают уже на позднем периоде данного этапа осёдлый характер. Если в предыдущей эпохе памятники представляли из себя кроковременные стоянки, типа лагеря охотничьего, небольшой группы охотников, то в эпоху неолита поселения представляют у себя поселения земледельцев и спотоводов. Но это только на позднем периоде. На раннем периоде неолита также продолжаются так называемые охотничьи экспедиции, небольшие группы охотников, также как в предыдущей эпохе, отправляются в сезонные качелья за охотничьей добычей. Но тем не менее климат на тот момент на территории нашего края становится гораздо пригоднее для жизни, он становится примерно таким же, как мы увидим сейчас в современности. преобладают хвойные лиственные леса в северо-западной части региона и лесостепные территории в юго-западной части региона, которые богаты дичью. И поэтому освоение в период нового каменного века становится гораздо более активным. Как вы видите по карте, расположение памятников в период довольно плотное. Кроме смены хозяйственной деятельности, именно в плане вещевого комплекса, данный период характеризуется опять же усовершенствованием человеческого инструмента для ведения хозяйства. Вообще эпоха неолита, она является собой высшей точкой развития кремлевой индустрии. Потому что самые лучшие и самые технически совершенные кремлевые орудия, они появляются, существуют именно в эпоху среднего каменного века. Потом происходит в бронзовом, ранне-железном веке уже деградация кремлевого производства, поскольку появляются новые материалы, то есть металлы. Вот мы видим наконечники стрел, которые обнаружены на территории Тульского края. Качество изготовления их, сами видите, разительно отличается от орудий предыдущего периода. Появляются новые технологии обработки кремля, такие как шлифовка, двухсторонний ретушь, которых не было до этого, гораздо больше становится наконечников стрел, поскольку охота глубоко увеличивается население, и охота все еще имеет очень большое значение в жизни населения, но в том числе и цели каменной орудия, они никуда не пропадают, но опять же меняют свой облик. И технологии изготовления представляют собой крупные, массивные кремниевые орудия, но гораздо более отрывательно изготовлены, чем в предыдущей эпохе. Опять же скрипки уже там известные для выделки шкур, но достаточно правильные геометрические формы, с плотной, аккуратной ретушью, это ножи кремниевые, тоже массивные ножи на пластинах или на отщепах, опять же с мелко-аккуратной ретушью. Помимо орудий из кремня, важнейшей инновацией нового каменного века является начало изготовления керамики. То есть керамика, она, конечно, существовала и в эпоху мизолита, но не в виде посуды. На финале мизолита, да, существовали в отдельных регионах, не в нашем регионе, портотипы глиняной посуды и некоторые фигуры с татуэтки, изображавшие животных либо людей из глины, но массового производства именно бытовой посуды не существовало. И только в этот период появляется массовое изготовление керамической посуды для приготовления пищи в том числе. Как вы видите, сосуды достаточно аккуратно сделаны, с богатым орнаментом. Орнамент представляет собой глубокие ямочные давления, либо сделаны крупной гребенкой. Форма сосудов чаще всего яйцевидная, либо яйцевидная с ароматом наружу венчика. Вот такая форма придавалась сосудам для того, чтобы удобнее было ставить их в простёрк. Они имеют более устойчивую форму, чем сосуды с плоским днем. На следующем слайде показывают богатство орнамента, орнаментальных мотивов в сосудах эпохи неолита. Такого богатого набора орнамента после человечества никогда не использовало. Видимо, это связано с тем, что для людей эпохи неолита керамику представляла из себя не только бытовой, но какой-то сакральный предмет. И они старались его как можно богаче украсить. Но существует мнение, что подобные орнаментальные технологии, они носят характер совершенно прагматический для лучшей устойчивости сосуда в огне. Для того, чтобы упрёвок в ружке он не трескался, это снимает напряжение, внешнее напряжение остается сосудами. Вопрос пока остается открытым дискуссионным. Наиболее характерны для нашей территории ромбический орнамент, ямочный орнамент, смешанный орнамент, ямочно-пребёнчатый. Представляют данные сосуды так называемую деснинскую археологическую культуру, которая существовала преимущественно на северо-западной части Тульского региона, именно в тех частях, которые относятся к бассейну реки Аки и являются частью населения так называемого Волго-Окского неолита. Но поскольку Тульский регион является водоразделием региона, здесь тоже существовала и другая археологическая культура, так называемая Вернедонская археологическая культура, которая существовала преимущественно в юго-западной, в юго-восточной части Тульской губернии, так где протекает река Дон с притоками и они относятся к другому варианту так называемого Донского неолита. Различия в данных культурах опять же делаются на основе орнаментации пирамики и на основе технологии обработки Кремния. Но опять же упомяну, что на тот момент говорить о какой-то этнической принадлежности данного населения нельзя, потому что различия они конечно существенны в плане материальной культуры, но каких-то языковых моментов мы, к сожалению, выяснить не можем, потому что эпоха слишком отдаленная, никаких письменных источников конечно к этому периоду не относятся, поэтому мы можем уделять только культурные группы, основанные на различии бытовой материальной культуры. Исследования, которые сейчас были представлены, материалы, которые были представлены, они относятся к исследованиям 90-х, начала 2000-х годов, когда проводились наиболее массовые и серьезные исследования памятников каменного века. Но, скажем так, последние годы стояли на месте, исследования продолжались, в том числе и на территории города Тулы, и на территории Тульской области, и я тоже принимал в них участие неоднократное. Так, в 2009 году на поселении Щукино-1, внизу представлена кремниевая пластина с поселения, наиболее яркая находка оттуда. Я исследовал там памятник эпохи Древней Руси, селище 11 века, и под слоем Древней Руси, древнерусского поселения, обнаружился небольшой слой эпохи Визолита, откуда была собрана коллекция кремниевых орудий, которым наиболее ярким является кремниевая ножевидная пластина, наиболее презентабельным, и установлено, что там существовало задолго до того, как там поселились наши предки в 11 веке, поселение Каменного века. В 2014 году велись работы на поселение УПА-4А, которое располагается на современном микрорайоне Убережной, где опять-таки была собрана весьма презентабельная коллекция материалов, которые также относятся к эпохе Визолита. Мы с моим коллегой Евгением Васильевичем Столяровым проводили там исследование поселения ранней Железного века, и на этом же месте находилось поселение 14-15 века, позднее Средневековое. И вот опять же, ну мы знали, что там есть материалы этого времени, потому что небольшие работы там проводились еще в 90-х годах Юль Георгиевича Гекимова, который следующую лекцию будет читать под период Гронзового века. И вот нами это было подтверждено, обнаружена приличная коллекция кремниевых орудий, которые опять же относятся к эпохе Визолита в так называемой иенецкой археологической культуре, которая в том числе представлена на территории нашего региона. В 16-м году, да, мы также с моим коллегой проводили исследование на поселение УПА-2, это там, где сейчас происходит строительство и крайне времена года. И там мы исследовали поселение ранней Железного века эпохи Великого переселения народов. И в одной из хозяйственных ям эпохи Великого переселения народов было обнаружено развал неолитического сосуда, то есть периода III-V тысячелетия до н.э., который является единичным местонахождением. К сожалению, больше на этом памятнике эта площадь была скрыта приличная, никаких древностей и материалов в это время обнаружено не было, но это для периода неолита довольно распространенная ситуация, когда памятник является собой нахождение одного сосуда или нескольких орудий. Понятно, кочевые группы охотников, которые, собственно, больших, много мусора после себя не остались, можно сказать. Продолжаются также разведочные исследования, исследования экспедиции Крымического музея во главе с корректурой Чигакимовым, исследования Центра по охране и использованию памятников истории и культуры. Крымского музея обнаружили в 2014-2015 году ряд поселений на территории Тульской области, в основном территории Белевского района. Является наиболее в этом плане изученным и наиболее пригодным для поселения в данной эпохе, потому что практически полностью находится в течении крупной реки Аки. Было обнаружено поселение Каменка-2 мезолитического времени, среднего каменного века, с характерным набором кремниевых орудий. Поселение Кочева-2 с таким же характерным набором орудий, также относящихся к среднему каменному веку. И тоже неподалеку от города Белев на преследовании курганной группы Доброе-1 был обнаружен совершенно замечательный характерный мезолитический нуклеус, то есть остаток кремниевых отреций после того, как с него делались сколы в виде пластин. Вот такой карандашевидный нуклеус, то есть там тоже располагался памятник, который обязательно дадим до него руки и мы его исследуем гораздо лучше. В выходе мы соберем приличную коллекцию. Что можно в общем сказать о древнейшей эпохе на территории Кульской области. По сравнению, конечно, с южными регионами, где заселение началось гораздо раньше, где памятники представлены гораздо больше и которые не подверглись оединениям. В Воронежской области существуют совершенно шикарные, знаковые памятники эпохи палеолита, эпохи мезолиты, на которых исследованные раскопки ведутся уже не один десяток лет. Конечно, да, на территории нашего региона данной эпохе представлены достаточно бедно. Но, тем не менее, население существовало в эти периоды, население вело здесь достаточно активную жизнь и наверняка в дальнейшем исследования продолжаются, будут продолжаться, наверняка в дальнейшем будут найдены новые материалы, потому что каждый год коллекции этих материалов пополняются. В любом случае, это наше историческое наследие, которое создает определенную базу для исследований нашего региона. Жду ваших вопросов, с удовольствием на них отвечу.